Всем привет! Мы продолжаем наш курс фабрика и сейчас будем дальше дорабатывать сцену. Следующий элемент, который требует нашего внимания, это лопасти. Лопасти и вот вообще вся эта система, вся эта конструкция. Давайте включим AltZ, посмотрим как она выглядит и начну я с центральной части. Размещаю 3D курсор здесь, использую Mesh и создаю U-Sphere. Создавая U-Sphere я напишу тут 16 ребер, а тут напишу 8. Чтобы она не была супер полигональной, но при этом была довольно качественной. Радиус сразу же подгоняю под задачу, смотрю, чтобы он не был слишком большим, либо слишком маленький. Также могу сразу же включить Shade Smooth, чтобы сфера была гладенькой. Ставлю эту сферу где-то по центру, в принципе тут не важно, он внутри и как он будет выглядеть, ну не совсем критично. Также замечу, что я включал функцию нормали, ее можно отключать, чтобы она не мешала и вот этого ежа у вас в программе не было. Давайте также на уровне полигонов используем X-Face, удалим фейсы, выбираем нашу двойку и удерживая Alt выбираем весь луп. Используем E, Z и по оси Z просто экструдируем вниз. На самом деле это такое вот крепление для лопастей и оно может быть вплоть до самого низа и даже проходить немного сквозь геометрию. Окей, окей, мне это нравится, ну и давайте двигаться дальше к следующим элементам, это собственно говоря сами лопасти. Для создания лопастей нам понадобится Plane, используя Mesh мы выбираем Plane и создаем Plane. Также его можно сразу отмасштабировать или, например, нажать Tab, AS и масштабировать на уровне Mesh, чтобы ничего не сломалось, чтобы все было аккуратно и красиво. Также мы растягиваем эти лопасти примерно до такого состояния. То есть нам нужна отдельная вот такая вот лопасть, которую мы потом выровняем. Кстати, я потом расскажу про инструменты Line, который поможет ее ровно поставить относительно другой геометрии. Теперь моя задача сделать, чтобы этот Plane был сглаженным. Поэтому я сразу же к этому Plane добавляю модификатор Subdivision Surface. И вы увидите, как лопасть сгладилась. Количество итераций можно даже сделать по тройке и здесь, и здесь. В общем-то смотрим на лопасть. Да, это уже приемлемый какой-то результат, но мне не нравится, как она сейчас работает, потому что ее нужно, во-первых, сбросить и Origin, Origin тут в геометрии, а во-вторых, нужно ее закрутить. Для того, чтобы закрутить лопасть, мы можем применить модификатор, вы его знаете, это Simple Deform. Используя Simple Deform, у нас есть параметр Twist, который может закрутить этот объект вот в такую сторону. То есть мы создаем вот это вот направление лопастей, также эту лопасть можно немножко отмасштабировать, чтобы она была посимпатичней, ну и как-то вдвинуть вовнутрь. По факту вот, эта лопасть выглядит примерно так. Но данная лопасть, во-первых, не сглаженная, поэтому я включаю Shade Smooth, а во-вторых, эта лопасть очень тонкая. То есть что это такое? Это просто Plane. Мне этот Plane не нравится, и я для этого Plane добавлю Solidify. Добавив Solidify, естественно, у меня появляется толщина. Вот он мой Solidify, я его включаю, и также включаю галочку автосмузинга, чтобы гладкость была локальной. Прекрасно. Вернувшись в настройки, Solidify можно сделать не таким толстым. Также проверяйте нормали. Настало время проверять нормали частенько. Видите, я включаю, смотрю, все ли у меня тут хорошо. Ну, в принципе, во всей сцене нормали нормальные, нормальные нормали. Такая вот игра слов. Тем не менее, у меня все получилось. Все получилось, и давайте выравнивать наш 3D-курсор относительно данного элемента. В принципе, мой объект стоит практически ровно, но если вы сомневаетесь в том, что он стоит ровно, то можно воспользоваться функцией Align. Для этого мы выбираем два элемента, то есть у нас есть активный и опять же неактивный. Далее заходим в Object, Transform, Align Object. И вы выбираете, по каким осям вы хотите сделать выравнивание. В данном случае нам нужно выровнять только по одной оси. Это только ось Y. Выбрать режим «Центр» к активному элементу. И, в принципе, все. То есть сейчас я буду уверен в том, что они сонаправлены с друг другом. И вот эта центральная часть объекта находится в центре сферы. Теперь, когда получился такой результат, мне нужна привязка. Я включаю привязку к вертексам, удерживая Shift, удерживая Ctrl, я ставлю 3D-курсор по центру сферы. Далее я должен применить все модификаторы к лопастям, чтобы они работали корректно и не сломали мне данную форму. Для этого выделяю данный объект. Можно, кстати, даже толщину сделать поменьше. Что-то какой-то жирный у меня получился. Получилась жирная очень лопасть 0.05, например. Вот. Это уже поаккуратнее. И теперь я делаю просто применение всех модификаторов. То есть могу включить функцию Apply All. Применяю все модификаторы. Мой пивот выровнен. И теперь делаю Set Origin, Origin to 3D-курсор. И таким образом получаю возможность поворачивать данное тело вокруг этой оси. Это очень удобно. Окей, окей. И сейчас мне нужно просто раскопировать эти лопасти. Для того, чтобы раскопировать лопасти, я могу использовать Shift D, R, Control и ставить ее вот сюда. Теперь есть очень интересная функция, которая позволяет повторить нам действия и раскопировать лопасти быстрее. Для этого мы нажимаем просто Shift R и видите, у меня происходит повторение операции. После этого, удерживая Shift, я выделяю данную группу лопастей. Использую Shift D, R, удерживаю Control и просто поворачиваю группу лопастей на 45 градусов. Угол я смотрю вот тут наверху экрана. Можете увидеть в верхней, получается, левой части моего монитора. То есть вот 45. В принципе, так лопасти и работают. У меня получается вот такой аккуратный вентилятор, который сейчас выглядит неплохо. Так как мы все схлопнули, то в целом всю эту систему можно объединить в единый меш. Больше здесь нет никакой процедурности. И если мы нажмем на Control J, то используем функцию Join. И далее соединим все эти лопасти в один объект. Видите, у меня механически он вращается. Ну, может быть, я не в ту сторону сделал. Не знаю, я не очень хорошо разбираюсь в механике этих вентиляторов. Но в целом визуально смотрится нормально. Прекрасно! Этот вентилятор готов. И мы также его должны припарнтить к данному холодильнику. Для этого мы выбираем вентилятор. Можно даже вот так сделать. Вентилятор припарнтить к кожуху. Для этого нажимаем Control P, Object. А кожух припарнчиваем к основной части холодильника. Также убираем Parent, Object. И теперь, видите, у меня все это движется вместе. Также я припарнчу и арку к основной части этого холодильника через Control P. Окей. То есть теперь, выделяя данный объект, видите, вся эта система, она двигается вместе. Есть еще один нюанс работы с парнтами. Внутри объекта теперь находится целая группа объектов. Как я это понял? Как я его нашел вообще? Выделив его, видите, теперь у меня есть вот четверка здесь такой и четыре меша нарисованы. Это значит, что туда припарнчено четыре каких-то объекта. Чтобы копировать всю эту систему, мне нужно держать Shift и выбрать все элементы внутри. Ну, или можно, конечно, по вот этой фигуре нажимать и их выбирать из этого списка. Но это не так удобно. Намного удобнее просто открыть список, выбрать и использовать Shift D для копирования. Дальше Shift Z для блокировки. Ставлю этот элемент в пространстве сюда. Поворачиваю его с Control на 180 градусов вот таким вот образом. Дальше перехожу на прямой вид, включаю Shift Z и ставлю его в нужное место пространства. В данном случае он идентичен моему оригинальному элементу. И поэтому в целом без проблем я его могу поставить куда-то вот сюда. Можете не смотреть, что они чуть-чуть отличаются, там какие-то у них есть различия с референсом. Это все-таки был просто реф, и точность тут была не супер важна. В общем-то наш элемент готов, он мне нравится, и я его поставил так, как необходимо в пространстве. Я могу его оставлять в этом виде. Прекрасно, убираю наш Alt Z и теперь должен сохранить проект. Помните, что всегда сохраняйте сцену, если вы этого делать не будете, я вообще сохраняю итерации нашей сцены, ну и вам того же советую. Также в процессе работы вы могли заметить, что у меня не скопировались лопасти, вообще вот этот весь вентилятор, он не скопировался. На самом деле ошибка была в том, что внутри этого объекта были еще другие припарничные объекты, и по итогу я не выделил их все. То есть я выделил вот таким вот образом, и у меня выделилась только основа, а сам объект остался. Но в этом нет большой сложности на самом-то деле. Используя Shift D, я могу скопировать данный вентилятор, Shift Z, заблокировать ось, поставить его куда-то сюда, и также мне нужно уничтожить parent. Для этого я могу зайти в parent и нажать функцию Clear Parent Keep Transform, то есть очистить parent и оставить transform. Но согласитесь, сейчас выравнивать этот объект с нуля, вот под этот меш, это долго. Поэтому мы можем в принципе воспользоваться функцией, это Object Transform Align Object. И в Align Object мы просто ставим две оси, X и Y. А Z, ну можно Z не трогать, потому что по Z мы и так выровняли этот объект, перемещая его в системе координат YX. Поставив его в эту часть, мы ставим его по центру, и в целом все. То есть у меня получается результат, и вот он снова здесь вращается. Можете перепроверить, что все ровненько, что ничего не проходит через друг друга. И в принципе это меня полностью устраивает. Отлично. Еще один элемент сцены мы подготовили, ну и давайте будем двигаться дальше. И следующий элемент нашей сцены это массив из плейнов с такими зазорами. Вот мы его сейчас видим на референсе. То есть это отдельные вот такие вот выступы, которые идут по ленте. Мы преследуем несколько целей. Первая цель. Данный массив, он должен быть процедурным. То есть мы должны иметь возможность его продлевать бесконечно. И также мы должны иметь возможность его деформировать по форме геометрии. Для этого нам понадобится несколько элементов. Во-первых, это array, модификатор. Во-вторых, мы должны сделать один какой-то элемент массива, один элемент этого паттерна, а потом его размножать. И следующее, мы должны его деформировать по вектору. Вы уже знаете, что у нас есть кюрв, и по этой кривой мы можем создавать движение любой геометрии, если это сложная фигура. Окей. Для того, чтобы разобраться с созданием данного элемента, нам нужно подробнее обратиться вот к этому референсу. Но сейчас данный референс заблокирован для выделения. Поэтому я предлагаю вернуть возможность выделять этот референс и его вообще заизолировать отдельно. Вот так вот мы его изолируем, дальше начинаем перемещаться и сразу же приближаемся к какому-то одному элементу этого паттерна. Ну, можно какой-то центральный выбрать, чтобы здесь не было точных искажений, ошибок и все было ровненько. Использую Shift-A, Mesh, Plane. Я создаю Plane, самую простую фигуру. Использую A, Tab и, естественно, выделяю. Дальше S, масштабирую этот Plane под вот этот размер и получаю вот такой вот маленький элементик, который соответствует моим размерам. Но на самом деле данный объект, он должен быть следующей формы. Это должно быть место присоединения, то есть у него есть размер. Вот я нарисовал его ограничение. Далее у меня идет плоская фигура, вырост. Этот вырост идет, 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 потом опять хоп и опять плоская фигура. А далее к нему будет прицепляться следующий элемент. И вот в этих местах будут цепляться части паттерна. Поэтому он называется паттерном, потому что это размноженный один и тот же элемент. Ну, либо какие-то там три элемента размножают. Замечательно. Я думаю, что это понятно, поэтому я взяла чуть-чуть побольше, чтобы он доходил до центра присоединения. Примерно так. Также я его немножечко опускаю и нажимаю Tab еще раз для проверки. Помимо всего этого, так как у меня готовы габариты этого элемента, я нахожу его точку в пространстве. Как вы понимаете, точка в пространстве этого тела где-то находится здесь. И мне нужно использовать Alt-Z для включения непрозрачности. Нажимаем Tab для редактирования и сдвигаем вот эти вертексы по форме нашего референса. Мы получили один элемент паттерна, но сейчас нам нужно сделать еще и оффсеты. Вот эти самые зазоры. Для этого нажимаем тройку, выделяем полигон и нажимаем I. Используя функцию Inset, мы можем сразу же выбрать зазор, который нам необходим. Чтобы тестить, чекать зазор, вы уже ориентируетесь, думаю, в референсе. И можете проверить, какого размера зазор нам необходим. Если опять же сомневаетесь, точно так же выделяем Shift два этих элемента. Изолируем их благополучно. Сейчас он не тот выбрал. Прошу прощения. Вот этот. Давайте выберем вот этот. И вот этот. Вот. И заизолируем. Отлично. Иногда, конечно, в блендере выделяется не то, что хочется. Вот он, этот элемент. Ну да, в принципе, я практически попал в референс. Можно его даже чуть-чуть поменьше через S сделать. Далее мы нажимаем E и Z. E и по оси Z экструдируем повыше. Ну, то есть вот. У меня получается, что мой паттерн или один элемент данного паттерна выглядит вот таким вот образом. Это просто бокс с некими такими вот элементами по краям. Теперь мне нужно данный паттерн размножить и вообще его всего проверить по многим критериям. Первое, что я начну, я сброшу все трансформы. Для этого мы нажимаем Apply, All Transform. Также ставлю обязательно Origin в начало этой геометрии. Проверяю в меню Items, что у меня все нормально. Видите, тут все должно быть углы поворота по нулям, скейлы по нулям. Это самое главное для данного тела, потому что это паттерн. И если мы что-то напутаем, то по итогу работать будет процедурка некорректно. Далее применяю модификатор Array. Применив модификатор Array, я делаю количество копий пока, наверное, 5. И выбираю другую ось для копирования. Тут я делаю 0, а тут я делаю 1. И включаю обязательно функцию Merge. Эта функция, как вы помните, сшивает мои подобъекты на местах присоединения. Вот. Ну и отлично, ну и отлично. У меня уже получился массив. Я могу его раскопировать теперь столько, сколько угодно раз. Не делайте его сильно полигональным, иначе блендер будет тормозить. Нам нужно, чтобы этот массив был как можно проще. Окей. Массив готов. Давайте мы на него взглянем уже воочию, как он тут смотрится. Ну, в принципе, это то, что нам нужно. То есть, в принципе, это то, что мы и планировали. Теперь я бы хотел разобраться с путем данного массива, чтобы он деформировался и шел по форме моей ленты. Первое, наверное, с чего начну, это сделаю фаску, вот эту чуточку больше. Если мы посмотрим на референс, то можем увидеть, что тут фаска, она более такая круглая. А у меня до этого она была не такая скругленная. Может быть, чуть вот так. То есть, найти баланс. Всегда нужно найти баланс. Это бывает непросто, но я думаю, что сейчас у меня получилось. Прекрасно. Также я нажимаю Tab и изолирую вот эту ленту. Сейчас объясню, почему. Мне нужно нажать на двойку и, удерживая Ctrl, выбрать путь. Ну и также я убираю вот здесь вот Shift полик. Давайте проверим, что он действительно выбрался, потому что из-за этих синих линий ничего не видно. Да, вот они, видите, выделены у меня. Их можно подвигать, а потом нажать правой кнопкой мыши, чтобы отменить. Теперь мне нужно из этих частей получить единый элемент. Для этого я использую, во-первых, Shift D и сразу же копирую вот такую вот массу элементов. Также нажимаю P и использую Separate Selection. Используя Separate, я отсоединяю всю эту форму от основной части. Мне нужны только ребра. Из этих ребер я получу векторную фигуру. Чтобы не простраивать ее заново, не тратить на это много времени, плюс в блендере не самые эффективные инструменты по работе с кривыми, мы приняли решение, что лучше всего создать их при помощи извлечения из геометрии. Теперь я изолирую уже этот объект отдельно. Тут я вот случайно захватил какое-то ненужное ребро. Выделяю вот эти все элементы и ставлю их в пространстве, так чтобы они изгибались сюда. Выбираю в данном случае G. Держу Ctrl для привязки к вертексам и привязываю эту точку вот сюда. Также выбираю единицу, использую A, M, By Distance. На основе дистанции у меня вот эта точка сварится. Ну вообще можно было бы вручную ее сварить, но это не особо важно. Теперь, когда я получил данную ленту, данную кривую, в принципе, да, в принципе, так нормально. Так нормально, пока оставим. Пока оставим, я потом расскажу про нюансы. Давайте еще уберем все-таки, во-первых, модификатор Bevel, который тут не нужен, а во-вторых, уберем вес на эти ребра, так как они тоже не нужны. Следующая моя цель – это поставить Origin в начало координат. То есть мне нужно выровнять Origin этого элемента. Следующая цель – это обнулить трансформы. Тут трансформы вроде и так обнулены, поэтому можно этого не делать. Но на всякий случай, чтобы не попасться на удочку блендера, и у меня все работало корректно, лучше использовать AllTransform и еще раз поставить Origin в геометрию. То есть так я точно буду уверен, что все в порядке. Окей. Проверяйте это у себя, потому что блендер капризный по отношению к таким вещам. Я ставлю данный вектор теперь примерно вот так, и размещаю его по центру ленты. То есть моя задача, чтобы у меня вот это все соответствовало задаче. Нажав на Tab, я могу эти вещи просто подвинуть на центр. То есть видите, у меня здесь она будет искажать, сюда куда-то пошла. Ну, в общем, вот. Окей. Окей. Теперь мне нужно деформировать данный паттерн по этому вектору. Для того, чтобы деформировать паттерн по вектору, мне, во-первых, нужно превратить данную линию, а это все равно полигональная линия, ее превратить в кривую. Для этого я нажимаю Object, Convert to и убираю Curve. Выбрав Convert to Curve, теперь это уже не, естественно, это не геометрия, а вектор. Теперь мне нужно выбрать мой паттерн, добавить сюда модификатор, и он называется Curve Кривая. Выбрав кривую, я выбираю мою кривую и кликаю по ней. Вы расскажете, все куда-то улетело, все куда-то убежало. Ну, на самом деле, да, действительно, все убежало, и видите, что происходит. Такое действие вполне нормально, потому что у меня выбрана не та ось. Естественно, в параметре Deform Axis вы должны подобрать такую ось, чтобы ваши деформации работали корректно. Тут есть очень много осей, и в данной ситуации это ось Y. Помимо всего этого, мы видим, что по моей кривой, по моей кривой, проходя данная геометрия, она изогнулась. Ну, то есть просто как-то изогнулась непонятным образом. Для того, чтобы решить данную задачу, я могу выбрать кривую, нажать на A и использовать функцию поворота. Видите, здесь есть функция, которая позволяет мне очень комфортно разворачивать тела в пространстве. И здесь я могу повернуть, в данном случае, ну, вероятно, на 100. Там, сейчас посмотрим, на сколько. Давайте покрутим, конечно, не очень удобно работает. В принципе, можно даже поменять вот этим параметром, это не важно. То есть либо этим, либо этим. Давайте здесь напишем просто 90 градусов. Вот таким вот образом я поворачиваю паттерн, и у меня все работает хорошо. Прекрасно, прекрасно, но все равно не идеально, потому что где-то тут паттерн идет не по форме, где-то он тут неправильно загибается у меня все равно, и это нужно подправить. Ну, в принципе, я думаю, что это уже хорошо, если его чуть сдвинуть еще сюда. Давайте его также чуть сдвинем наверх, чтобы он шел где-то по центру, и вот тут нормально искажался. Тут он тоже должен чуть цепляться боковины. Ну и, наверное, это уже нормальный результат. Я вот не знаю, конечно, по деталям, но, в принципе, да, в принципе, это уже нормальный результат. Я думаю, его можно оставлять. Также сам паттерн, его точка, конечно, находится не пойми где, но мы можем, удерживая shift, немножечко опустить его пониже, по оси z. То есть я использую трансформы для аккуратной деформации этого паттерна под задачу. Все, мы завершили работать с паттерном в нашей сцене. В следующем видео мы продолжим моделировать проект, ну, а на этом я буду прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока.